Команда Алексея Навального опубликовала список кандидатов на выборах в Мосгордуму, за которых важно поставить подпись. Его, этот список, можно увидеть на сайте МГД 2024. В прошлый раз на выборах в местный парламент в 2019 году в Думу попали независимые депутаты, которые все это время занимались настоящей политикой, ну вы и сами это знаете, что, в общем, довольно сильно раздражало единороссов. Зачитаю призыв из публикации телеграм-канала «Команда Навального». Поставить подпись – это коллективное действие, которым можно выразить свою позицию, поддержать смелых кандидатов и познакомиться с людьми таких же взглядов, чтобы держать связь. Подробнее эту тему обсудим с руководителем политических проектов УБК Леонидом Волковым. Он с нами на связи. Леонид, приветствую. Здравствуйте, Александр. Как приятно поговорить про такую важную вещь, как выборы в МГД? Ну вот хорошо, давай сразу тогда перейдем к сути. Если без иллюзий Кремль, мы понимаем, сейчас контролирует любые выборы, зачем тогда подписываться и вообще что-то делать? Совершенно верно. Ну, то есть, сами выборы, конечно, не имеют большого значения, потому что они действительно сейчас умеют обеспечивать любой наперед заданный результат. У них, особенно в Москве, отлажена адская электронная машинка под названием ДЭК, которая просто рисует любые желаемые цифры, не давая никому хрюкнуть даже. И именно в этих условиях, когда выборы у нас полностью отобрали, остается важным пользоваться теми институтами и возможностями для самоорганизации и выстраивания горизонтальных связей, которые еще остаются доступными. Мы помним, как всех вдохновил сбор подписей, например, Бориса Надеждина зимой перед президентскими выборами. И вот сейчас есть такая же ситуация. Большое количество независимых кандидатов пытаются попасть в бюллетень. Речь не идет о том, чтобы их поддержать на выборах. И, скорее всего, многих из них не допустят даже до выборов. Но большое количество независимых кандидатов хочет попасть в бюллетень. Они собирают подписи, они опубликовали адреса своих штабов. Им хочется стать кандидатами. Помочь в этом, во-первых, право, во-вторых, гражданский долг любого нормального человека, а, в-третьих, опять же, классная возможность увидеть, что ты не один, встретиться с единомышленниками, выстроить те или иные горизонтальные связи, поучаствовать в реальном политическом процессе. Что там будет 8 сентября на избирательных участках, честно говоря, не очень важно. Там будет наперед заданный результат, нужный и Собянину, и Памфиловой, и Путину. Там будут электронные машинки для голосования. И большинство избирателей, судя по всему, даже бумажного бюллетеня не увидят. Но вот сейчас устроить летом движуху и создать для власти проблему о хорошем людям, увидеть друг друга, это классно. И поэтому мы сделали вот этот сайт, mgd2024.com, на котором мы просто собрали всю доступную нам информацию о том, где какие кандидаты по Москве сами собирают сейчас для себя подписи. Каждому из таких кандидатов важно помочь. Надо помнить и понимать, что подпись – это не голос, не обязательство голосовать. Это всего лишь помощь человеку попасть в бюллетень. И в том числе вы, как избиратель, можете оставить свою подпись за нескольких кандидатов. Это не запрещено. А в таком случае, если нет регистрации в Москве, меня эта кампания никак не касается, или я как-то могу поучаствовать? Есть еще важная история в Санкт-Петербурге, где оппозиционный кандидат «Единый» – это блокадница Людмила Васильева. Такая протестно настроенная женщина, которая участвовала во всех протестных митингах, занимала очень принципиальную позицию. И за нее тоже идет сейчас сбор подписей в Петербурге. Мы про него тоже писали. И важно ее поддержать еще и потому, что ее кампания направлена на то, чтобы максимально продемонстрировать лицемерие бесконечное питерских властей, которые блокада, 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 святая память, уважение, уважение. А сейчас мы увидим, как они будут бабушку-блокадницу бортовать, оскорблять, не пускать и всячески не давать ей принять участие в выборах. И уже это полезно подсвидеть. Опять же, я здесь вижу правильный перенос акцента с дня голосования, который никому не интересен и ничто не решает, на избирательную кампанию, на период предшествующих дню голосования, когда можно создавать политические трудности для власть придержащих. И, кроме того, есть достаточно большое количество региональных, муниципальных выборов по стране. Это десятки регионов и сотни городов. И кое-где еще порой тоже идут на эти выборы нормальные, независимые кандидаты, которым нужно сбор подписей. Проблема в том, что все это уже совершенно не поддается обозрению. Невозможно составить каталог таких депутатов. Мы по Москве делая его, очень много сил потратили, очень много усилий в это вложили. Это очень простая работа. А по всей необъятной России невозможно. И, к сожалению, к тому же в большинстве округов таких кандидатов нет. Поэтому вам, дорогие друзья, надо быть внимательными, смотреть глазами по сторонам. И если вы видите, что где-то независимый кандидат собирает подписи, бегите туда и, пожалуйста, эту подпись отдавайте. Подпись – это не голос. Подпись – это просто шанс на то, что бюллетень будет более конкурентным, что кандидат получит возможность ввести компанию. Выиграет – не выиграет, но воспользуется компанией как трибуной, чтобы говорить правду, чтобы распространять правильную повестку и так далее. Чем больше такого будет, тем лучше. Поэтому видите сбор подписей – ставьте подпись. Леонид, спасибо тебе большое. Я в завершении тоже некий колд-экшн произнесу. Заходите на сайт и приходите, собственно, в штабы кандидатов, которые есть на нашем сайте, и оставляйте подпись за их выдвижение. Срок до 6 июля. И важная деталь – обязательно берите с собой паспорт. Спасибо.